То наше будущее без прошлого, без старых песен, которые поет уже не одно поколение, без того юмора, которым веками был славен наш народ. Зиновий Ефимович, а вы эти, наверное, очень многих юмористов встречали в жизни, знали? Ну, практически всех. Что такое юморист? Вы понимаете, это... Ну, вот вы читаете 16 класс. Вы когда-нибудь один на один с газетой, вы литературной газетой, вы смеетесь когда-нибудь? Не всегда. Да. Я один раз, знаете, когда Каламбур как-то получился очень, действительно, в общем, похожий на жизнь. Там было, их нравы, Карл у Клары украл Калам. Это вот было по-настоящему, когда ты смеешься один с газетой. Ну, что касается юмора, вообще, вы знаете, Володя, как-то последние годы смеюсь я истинно и как-то счастливо смеюсь от простодушия людского, когда взрослые люди ведут себя столь простодушно, совершенно бесхитростно, ну, просто как дети. И это доставляет тебе наслаждение, безусловно, это смешно. Безусловно смешно. Зиновий Ефимович, а ведь среди деятелей культуры всегда были очень популярны розыгрыши. И о них тоже надо знать людям, которые будут жить и в 21 веке. А вы сами разыгрывали кого-нибудь? Я нет. А вас? Меня, да. Расскажите. Меня однажды великий один человек разыграл, но в мою пользу. Знаете, это было удивительно по посылке. Кто же это был? Это был великий режиссер Всеволод Эмильевич Мерхольд. Так случилось, что я очень много бывал в их доме. Я дружил с его пасынком, Костей Есениным, с самой юности. Мы жили в Темирязевке. Мерхольды жили в Брюсском переулке, ныне улица Неждановой, вот чуть ниже Моссовета. И мне оттуда ехать к ним было часа полтора на трамвае. И я маму предупреждал, если меня в полдесятом нет дома вечера, значит, я ночью у них. Они были очень хлебосольные, очень широкие люди. Однажды ранним апрельским утром я выехал к ним, к Мерхольдам, еще в шубе с меховым воротником. А когда через полтора часа приехал на Страстную, на Пушкинскую площадь, и вышел из трамвая, было 18 градусов жары. Я был нелеп в этой шубе, люди уже в пиджаках, те, которые в центре живут. И я стал играть такого колхозника, который первый раз на улице, на Тверской, на улице Горького. И читал вывески, читаю, дошел до Столешникова, вижу актуальную для меня вывеску. Написано «Скупка вещей у населения». Я с этой шубой, с большого солнца в темную дыру такую, спотыкаясь, иду к лампочке. Нету человека, который должен меня освободить с моей дурацкой шубой. Но освоившись в смысле света, я вдруг вижу в двух шагах от меня поразительной, небывалой красоты взрослую даму. Большую, мне около 17, а ей, я не знаю, 28-30, ну совсем большая, большая. Мать, я, видимо, обомлел. Она, полагаю, понимала, какой эффект она производит. И нарочно, чтобы сбить пафос моего изумления, говорит так грубовато. Черт его знает, куда он девался. Минут 10 торчил. Вы что здесь хотите продать? Я говорю, шубу. Какую же вот эту? Да вы что, с ума сошли? Не смейте этого делать. Я вам просто не позволяю. Ну как тетенька, говорит, с мальчиком. Я говорю, смотрите, что там творится. Это ничего не значит. Я вот сегодня с 8 утра до полной 11-го была на улице лютая холодрыга, знаете, закоченела. Зачем это вы? Спрашиваю я. Такую рань стояли на морозе так долго. Я стоял в очереди в кассу театра Мирхольда в надежде купить билет на сегодняшний 400-й спектакль «Лес». Но мне билета не досталось. Только она сказала, во мне что-то перевернулось. Я стал нагло как-то развязан. Какой-то, знаете, опереточный. Я в жизни в опереточный не был. Врать. Ну я, хо-хо-хо, говорил. Граф Люксембургский. Знаете, мне ничего не стоит, мадам. Нет-нет, не ха-ха. Они предупреждали, что продается все полтораста билетов. Остальные распространяются в качестве приглашений среди художественной знати Москвы. Я говорю, хо-хо. Тем более, я говорю, дескать, я тоже художественная знати. Что я нес, Володя, я вам пересказать не могу, но остановиться не могу. Я назначаю свидание за полчаса до начала спектакля. Можете представить, в театре Мирхольда. Это где сейчас театр Ермолова и чуть ниже телеграфа. Я пересекаю Тверскую, вхожу в Брюске, вхожу в третий этаж. Как сам нам было звонил, открывает Мирхольд. И я сразу ему все выложил. Выложил все на чистоту. Я говорю, Силович, она такая красивая, что я как-то не пообещать, не наврать не мог. Он говорит, это очень интересно. Заходите. Берем блокнот, пишет. Товарищ Локтев, Локтев, администратор такой злобный, черт-те-черт. Выдайте, пожалуйста, подателю сей записки два места поближе к сцене. Два раза подчеркнул. На сегодняшний спектакль лез. Дата в Смирхольд. Я бегу с этой бумажкой чуть ниже, в театр. В администраторской столпотворении этот бедный Локтев зарылся в конвертах, бумажках, телефонах. Какие люди стоят. Алексей Толстой. Граф, понимаете, и я с этой бумажкой. Он дает мне два места в тридцатом ряду. Двадцать девятый, это кошмарные, бросовые места. Боже мой, как я тут царицу поведу в тридцатом. Спасибо, мои ха-ха. Я говорю, тут написано. В общем, опять я говорю, приходи в честь седьмого, если что-то останется, я тебе отдам. Я уж никуда не ушел. Честь седьмого он дает мне конверт. Володя, я помню имя, обозначенное на этом конверте. Был популярнейший московский поэт. Ну, популярность силы Евтушенко. Понимаете? Джек Алталзен. Алталзен. Что осталось от популярности ничего? Места были просто потрясающие. Седьмой ряд, тринадцатый, четырнадцатый. Приходит моя Елена Санна, ее звали Елена Санна. Я ее едва узнал. Ну-ну, что-то такое сделал. Люди оборачиваются, шубка какая-то. Я принимаю шубку. Она живется в черном бархате, дополу, декольте. Здесь что-то сверкает. Я снимаю свою шубу, Володя. Я остаюсь в курточке, перелицованной, с пиджака моего старшего. Вы никогда не ходили в перелицовую? Нет. Этот карман с этой стороны. Вообще застегиваться надо. Бог знает, что мы все ходили в перелицовую, совершенно не стеснялись. Но рядом с этой царственной, державной красотой я, конечно, как сегодня говорят, не смотрелся. Я даже старался показать, что мы, так сказать, из разных профсоюзов. Знаете, вошли в скучное, длинное фойе театра Мерхольда. Справа был вход за кулисы, а по диагонали был вход в кабинет Мерхольда. Потом только такой шумок. Мерхольд, Мерхольд, Мерхольд. И все вернулись туда. И оттуда из-за кулис вышел. Выстрелила такая серая торпеда в сером костюме. Элегантный бант, серый клок волос, голова впереди, узкий профиль. Прошу простить, он оттуда продирался сквозь толпу к себе в кабинет. И вдруг увидел меня. Боже мой, вы пришли! Слушай, никаким образом меня жалко, кто-то такого, велиходушая, мой дорогой. Вы знаете, что такое стоп-кадр, да? Вы знаете, товарищи, что такое стоп-кадр? Когда вот все останавливается с конфетиной, с бутербродом, с яблоком. Все остановились. Мне в вас нужда, дорогой. Я ударил по микрофону. Мне в вас нужда. Мне в вас нужда, как никогда, как сказал поэт. Вы знаете, три дня звоню к вам. С утра до ночи, он к вам дозвонит. Это совершенно никаких возможностей не представляет. Тут он был совершенно честен, у нас не было телефона. Я не отойду от вас. Спокойной, дружицу, с вашим согласием, что завтра вы ко мне позвоните сами. В любой дом, я все понимаю, в любой удобный вам час. Я буду стоять у телефона весь день. Отлучусь, поставлюсь, Николай, ничего страшного. Завтра не сможете, после этого тоже буду. Ну, я не отойду. Я говорю, непременно вам позвоню. Ловлю на слове. Боже, что он творил. Благодарю вас. Спасибо, до свидания. И ваша спутница была сражена совершенно. Я познакомился, я познакомился. Сел там вверху. Думаю, посмотрел. Ну, просто спросите. Товарищи, вы представляете, нормальным людям свойственно смотреть на чудо, на гения в упор. Все на меня так смотрели. А гению как раз свойственно, в свою очередь, этого не замечать. А чуть выше толпы так рассеянно смотреть по сторонам. Что я и делал. И Лена Лисан не понимает, с кем она связалась. Кто этот юный гений в курточке перелицованной, в котором остро нуждается великий мастер. Курточка, кстати, я уже нес ее как горностаевую мантию. Потому что у гениев она бывает печень. Толстой любил толстовку, а я эту курточку. Сравнение только на этом уровне. Лев Николаевич и Зинаев Химович. Никаких, так сказать, между нами. Открыли дверь. В кресло туда. Выйдем в седьмой ряд, конечно. Все смотрят только на меня. Я центр внимания огромной аудитории. Из 400, 200 раз этот спектакль любил. Я помнил всю пьесу Островского. Лес. До сих пор вероятно много. Помню мизансцены, решения всех. Да все я там помнил. Публик в каком-то месте хохочет. Я спокоен. А в одном тихом совсем месте я один. Все за мной. В общем, вы знаете, был звездный вечер. Мой замечательный конец. Слушайте, дня через два мы сидим с Костей в его комнате. Дверь открыта в коридор, проходит, проходит. А, вот здесь. Ловко я вас, вам подыграл, спрошу, подыграл. Я говорю, каким образом, Василыч, ну расскажите, каким образом пришло это в голову? Вы ведь не знали, что вы меня встретите. Ну, пришло и пришло. Вы знаете, она действительно красивая, да. Удивительно. Она напоминает мне эту артистку Самари из Ренуара. Она красивая, да. Ну, я все же очень, очень интересный режиссер. Прелестная история, Зиновий Ефимович. Спасибо большое. Вот это розыгрыш. Спасибо. В мою пользу. Спасибо. Зиновий Ефимович, а каким вы представляете себе юмор будущего? В общем, честно сказать, хотел бы, чтобы было поменьше остряков и побольше наивных, и доверчивых, и простодушных людей. Поменьше хитрости, побольше доверчивости. Спасибо, что вы пришли к нам в студию. Спасибо вам. Спасибо.